Всем привет! Сейчас я с вами распакую посылку, в которой находится копия шарфа и шапки бренда Акне Студиос. Посылку надо открывать аккуратно. Надеюсь, я шарф не порезала. Очень красивый цвет упаковки у посылки. Мне в последнее время очень нравится такой цвет в стиле Тиффани. Шарф я заказала где-то в таком же оттенке, как и цвет упаковки у посылки. Вроде бы шарф не порезала. Рассмотрим шарфик. Отличный теплый толстый шарф. Внешне очень похож на оригинал. Кажется довольно-таки длинным. В характеристике пишется, что длина 240 см, ширина 35 см. Оригинал длиннее и шире. Шарф слегка тянется. На ощупь ощущается наличие акрила. Шарф очень мягкий, шелковистый. В данный момент никакого брака не наблюдаю. Бахрома длинная. Выглядит неплохо. К шарфу прикреплен стикер с названием и описанием бренда. Также есть бирка с описанием состава, на которой пишется, что в составе есть шерсть, махер и акрил. А также, что шарф сделан Виталием. На шарфе есть атласная нашивка с логотипом бренда. С двух сторон пришита аккуратно. Шарфик мне понравился. Я люблю такое сочетание цветов. При распаковке неприятного запаха не было. Качеству претензий нет. Тактильно приятный. Длина и ширина шарфа мне подошла. Смотрится он великолепно. В сильный мороз в нем тепло и уютно. В процессе носки не скатался. Когда шарф прикасается к коже, то ощущается покалывание, как от шерсти. А вот когда я подожгла кусочек ворса от шарфа, то запаха шерсти не было. Поэтому я не могу вам гарантировать, что в составе шарфа есть шерсть. Покупкой я довольна. Стоил шарф 14 долларов. Рассмотрим очень популярную шапку Бини. Сейчас все блогеры рекламируют этот фасон. Я тоже подалась рекламе и ее купила. Упакована шапка в фирменный пакет. Шапка с отворотом. На шапке есть фирменная нашивка. С внутренней стороны пришита аккуратно. Качество отличное. Шапка плотная, шов ровный. Ткань тактильно приятная. Ощущается наличие хлопка и акрила. К шапке также прикреплен стикер с названием и описанием бренда. С внутренней стороны шапки пришита нашивка с названием бренда, а также бирка составом. Продавец пишет, что в составе есть шерсть. Но это вряд ли. Шапка совсем не колется. Носить ее комфортно. Но, несмотря на всю свою плотность, она не очень теплая. Когда дует холодный ветер, в ней холодно. Шапку одевала пару раз. И нить в процессе носки не скаталась. Смотрится шапка красиво, как на модели. Но, если окружность вашей головы меньше, чем 56 см, то шапка будет сползать вам на глаза. А в этой шапке тепло при любом морозе и ветре. Шапка двойная, вязко-плотная. По составу 30% шерсть, 70% акрил. По поводу наличия в составе шерсти утверждать не буду. Шапка тактильно приятная, не колется. Шапка хорошо тянется. При носке на лбу не оставляет следов. На мою окружность головы, а это 54 см, носить ее комфортно. На глаза не спадают. Вязка красивая. Нить хорошего качества. В процессе носки и стирки не скаталась. Стразы приклеены очень прочно, не оторвете. К шапке прилагается бомбон из натурального кроличьего меха. К шапке он крепится на кнопку. Но я шапку ношу без бомбона. Как по мне, многовато будет и бомбон, и стразы. Бомбон очень красивый и пушистый. Именно на эту шапку ссылка сгорела. Я оставлю ссылку на шапку этого бренда, но слегка другого фасона. В этой посылке товары из моего любимого магазина, в котором продаются вещи из натурального шелка. Сейчас будет обзор только одной вещи из этой посылки. Я предпочитаю снимать не только распаковку и мое первое впечатление о покупке, но и обзор вещи спустя время. Таким образом, у меня складывается более объективное мнение о покупке. И этим мнением я делюсь с вами. А вы решаете для себя сами, покупать эту вещь или нет. Вещи, упакованные в этом магазине, всегда великолепно. Сейчас будет обзор гольфа в черном цвете, с высоким воротом. Обзор других вещей из этой посылки будут в другом видео. Гольф я немного носила, и первое впечатление о нем у меня уже сложилось. Ворот неплохо тянется, шею не передавливает. Рукава длинные, ткань средней плотности, слегка просвечивает, но белье не видно. На бирке пишется, что ткань выполнена из натурального шелка. Гольф я заказала в самом маленьком размере. Размерная сетка у этого гольфа начинается с размера L. Обычно я ношу размер S. И этот гольф на меня сел слегка свободно. Так что на размер M гольф будет как раз. А вот на размер L скорее всего будет мал. В этой вещи очень тепло и уютно. Носить ее комфортно. Во время стирки она не полиняла. У меня много вещей с этого магазина. И их качеством я очень довольна. В этой посылке очень яркий шарф в моих любимых цветах. Упакован неплохо. Шарф я заказала в градиенте от светло-телесного до темно-коричневого. Градиент нанесен качественно, без разводов. В шарфике есть небольшой брак. Не очень ровная строчка. В принципе, больше придраться не к чему. Ткань тонкая, тактильно приятная. Шарф выполнен из полиэстера. В размере ширина 50 сантиметров, длина 160 сантиметров. За 3 доллара прекрасная модная вещица. Шарфы у продавца представлены в 46 цветах. Носила я его с удовольствием. В процессе носки зацепки не появились. Мои прекрасные зрители, надеюсь, вам видео понравилось. До новых встреч!